Обратительно для различной основы, в масштабе 11 киста, реквизиты замовлены и цей первой из документов я вычеркну. Мы что-то нарушили до этого или нет? Земельный кодекс, ст. 179, я спрашиваю, согласно положению, мы что-то нарушили? Положение это подзаконное, в первую очередь, мы же законно на стопу. Положение, это действительно юстиция. Вы нарушили работники из полкома, не вы ли? Кто у вас в мусоре не нарушил? Вы обратились к работникам из полкома со своим вращением, я так понимаю, я его не вижу. По поводу земли? Нет, не по поводу земли. Изначально мы обратились по поводу размещения 3-часовой споруды. Да. Обратились. Вы, я так понимаю, что достаточно серьезно изучили вот этот документ, который там 244-й, порядок выдачи, ну, скажем так, документации и разрешений для размещения 3-часов в споруде. И там есть один из пунктов. То есть вот в том паспорте, привязанном, который мы видим, он на самом деле, он не полный. Потому что в том паспорте, который над, и документом, который вы сейчас нам рассказываете, которому регламентируется, что обязательно должен быть пункт о земельном участке. Александр, надо сказать. Нет, этот земельный участок должен иметь какую-то физическую величину. И этот земельный участок должен иметь привязку. Я на этот вопрос вам могу ответить. Пункт 2.9. Для подготовки, паспорта, привязки, местобудивные умовы и обмежения забудовы земельной дилянки не надают. Смотрите, Александр Богданович, на прошлом заседании этот вопрос уже поднимался еще с первого заседания. Олег Владимирович говорил, что там додатку записано. Мы с Цельдинатором Симов, главным архитектором города, разговаривали по этому поводу. Она объяснила, как ее проверяют даби, и есть разъяснение даби с этого вопроса по поводу того, что вот это указывается, когда идет частная земля. То есть не коммунальная, не государственная, а частная. И тогда это вписывается. То есть и до всего, если есть вся частная земля, то и вымагается еще плюс договор аренды к этой земле, понимаете? Право пользования на эту землю. А так как это есть коммунальная, оно не указывается. И то самое, что вот заблаговременно выделили вот этот участок, или хотят поставить вот здесь. Ему дали схему, он выбрал, хоть пальцем тыкнул. Ну, в этом районе мы поставим в свое время на сооружение. Я понимаю, что вы сейчас помните, что незаконно проходят... Мы сейчас ничего не кладем. Если можно, я продохну. Да, пожалуйста. Потом, почему не был решен вопрос на земельной комиссии по поводу заключения, вернее, выделения земельного участка в пользование согласно договору о сервитуте? Потому что члены земельной комиссии однозначно приняли такое решение, что договор сервитута на землю не заключается, должен быть договор о ремонтах. Хотя в земельном кодексе четко предусмотрено о том, что под 3-м часовой споруды заключается договор сервитута. Ну ладно, мы перенесли, вернее, перенесли на месяц это дело. Когда дошли до заключения, до возможного решения вопроса по договору сервитута, как оказывается, этот земельный участок, невозможно на него заключить никакой договор, потому что у него даже когда-то справа новинка, потому что техническая документация не изготовлена. Поэтому на сегодняшний день, да, действительно, мы пошли другим путем. Мы подали заявление на то, чтобы нам дали согласие на изготовление технической документации по всем этим участкам, чтобы выйти из этого какого-то тупикового ситуации. Логично или нелогично? Ну, может быть и логично. Если бы это решалось тихо, спокойно, и все стороны были довольны. Вот вы сейчас говорите, что вы пошли на экономику. Мы сейчас хорошо довольны, потому что такое заседание, бьемся, чтобы нам ОСББ тоже что-то предоставил. Пошли по длинному пути, то есть для того, чтобы сократить свои временные затраты, вы решили весь земельный участок изготовить техническую документацию, выделить на этом земельном участке... Подождите, выделить в том участке, который вы планируете подготовить техническую документацию, участок... Людмила Евгеньевна, выделить из этого земельного участка, на который вы сейчас оформляете техническую документацию, выделить тот участок, который вы планируете занять под эту сумму, да? Ну, пусть вы... Скажите, а вы вот сейчас разрабатываете техническую документацию, о каком земельном участке идет речь? О классе? Насколько я понимаю, для того, чтобы столкнуть этот вопрос в тупиках, то надо сначала оформить, наверное, документацию на весь земельный участок, который подлежит, ну, будем говорить так, к рассмотрению, а потом уже выделять из него... Ну, то есть, вы как бы, ну, по своей собственной инициативе решили поблагодарить, не знаю, за что город, наверное, за то, что ваше предприятие тут работает, ну, и подготовить для города такой земельный участок, техническую документацию на земельный участок. Ну, если бы вы желающие... У вас, у вас на сегодняшний день есть какое-нибудь разрешение на изготовление технической документации на этот... Еще нет. То есть, в принципе, как бы, ни сессия не давала добро. Они только в Миссисии не давали. Миска Рада только имеет право давать. То есть, вы сейчас просто по своей собственной инициативе... Я подал заявку. Я понимаю. Вы по своей собственной инициативе сейчас... Уже мы раз землю затронули, давайте тогда уже остановимся. На сегодняшний день то, что я вижу, вот фотографии, то, что я живое видел, там уже залитый фундамент. Это не фундамент. Там залитый фундамент. Ну, в моем понимании залитый фундамент. Вырубить все. Ну, опять же, мы можем использовать. Я, потому что это не фундамент. Это готовится к площадке для установки... А что такое пенчасовое спорудование? Мы кондиционируем и не знаем. Да, что без фундамента. Если возникает необходимость переноса временного, мы с вами сможем демонтировать вашу пенчасовую споруду, если вы сейчас подготовили и залили полноценный фундамент. Если в этом станет необходимость, мы демонтируем. Пасла в Пиваске выдаётся на 5 лет. Это дременно. Мы не знаем, что будет через 100 лет. Не знаем, что за... Ну, объясните, вот здесь неоднократно говорилось о том, что не одна пенчасовая споруда, там, т.т. и т.т. Покажите мне в горы хоть одну пенчасовую споруду, которая оставилась бы на голую землю. На автостанции. С навесом. Мы говорим о Мельтопольской, 194. В 5 метрах 6 от дома у нас ни одной из порудов по городу и нет. Аптека синяя. Аптека, в которой зашёл, вышел, это одно. А остановка, где будут автобусы целый день кружить, это же другое. Ну, вот лично я, с эгоистических мотивов, не хотел бы, чтобы под моими окнами ездили автобусы. Ну, вот если так, ставить себя на место жить. Благодаря этому автобусную остановку, которая в своё время располагалась напротив универмага, перенесли аж под завод ИСОК, и наши жители ходят в сутки. Нет, мы тоже не против. Такие вопросы надо решать конструктивно, со всеми, как бы, учитывать пожелания всех. Когда исполком прикрывается положением, говорит, а вот там нету, мы не спросили. Ну, поэтому мы сблокировали, чтобы обойти. А теперь у нас другие проблемы. Работы ведутся, а разрешение сессии нету. По земле документы не оформлены, а земельные работы ведутся. На городской земле... Хорошо. По ордер на производство земляных работ, он выдаётся для чего? Вы его получили. Нет, выдаётся для чего? Для того, чтобы выполнить работы по подключению воду, канализации... Хорошо, вопрос, если сессия не даст, потом вам не примет решение о предоставлении в аренду этого участка. Что дальше? Ну, сессия не голосует. Возможно так. Ну, так а что как бы сзаду-наперёд? Ну, как сзаду-наперёд? Ну, да. Мы над этим вопросом... Этот вопрос хотя бы вынесли там, пусть не подготовленным на ту сессию, просто депутатам. Товарищи депутаты, предварительно в городе планируется такой-то объект, и мы будем сейчас выносить наградосовет, получать земельный ордер. Вы принципиально не против, потому что вы представляете интересы горожан. То есть, нет, не против, тогда это логично, а так втихую. Мы провели через градостовет, получили земельный ордер и начали окнами, ну, как бы, строить. А потом, когда начали разбираться, куча вопросов. Я же просто... Ну, на земельную комиссию вопрос выносился. Земельная комиссия не даёт права, извините меня, я был тоже депутатом, я знаю, земельная комиссия не даёт права на выделение земли. Она не принимает решения, она только это рекомендует. Она готовит документы на сессию? Совершенно нет, она ни к чему не даёт, она не даёт, а тут нам... Говорите о том, что всё это органы исполкома, это не депутатские комиссии, я не к тому говорю, что я за или против. Я просто к тому, что, ну, вы столкнетесь с тем, что всё равно, в конце концов, вы придёте на сессию за получением положительного решения по земле. И я не думаю, что депутаты будут за это голосовать вот так, как это всё проходит. А втягивают в это вас, ну, представители исполкома, пусть бесфамильно, чтобы мне там не говорили, что я голословно заявляю, то есть, ну, ни депутаты, ни жители. То есть, вы документы подаёте в исполком, и кто-то в исполкоме вам расскажет, что всё будет хорошо. И вы как бы втягиваетесь, стягиваетесь, но вы придёте потом на сессию к депутатам. И придут туда люди с этого дома, и, наверное, не 10, там, а человек 50. Готовы ли будут депутаты за это голосовать? И вот эти потом нормы, положения, сблоковано, разблоковано, не сработает. И всё, ну, проблема будет потом ваша. Вы один на один останетесь с этими красивыми положениями, обоснованиями. То, что я говорил, в принципе, когда мы встречались с представителями вашего предприятия изначально, я говорил, сделайте всё по-человечески, не так, как вот там рассказывают, а так, как, ну, оно должно делаться. Ну, наверное, не услышали, наверное, как бы пошли по пути вот такому. Потому что, ну, я не знал вот этих нюансов всех. А сегодня я послушал просто. Смотрите, просто вот у меня ситуация, я, как бы, тоже смотрел это всё, смотрел документально, 244-й вопрос. И я, мы знаем все вас, знаем представителей дома. Ну, некоторых из них, я, допустим, знаю. Положительные. Да. И вопрос стоит в чём? Если бы мы, у нас, как, ну, работники исполкома, в том числе и я, допустим, я не понимаю просто нашей позиции. Мы должны удовлетворить всех тут присутствующих людей. Если бы при выдаче не просто сказать, что вот у нас есть 244-й наказ, мы сгидно ничего, мы сгидно от него выдали паспорт привязки, мы ничего не нарушили. Да не нарушили вы сгидно 244-го наказа. Но я бы, допустим, на месте архитектора Миста или специалиста в отделе архитектуры сказал бы вам, что Владимир Фёдорович, здесь вот норматив 10 метров. Вы, проектанты, приняли решение. Опять-таки, проектанты, они могли принять решение сдвинуть его в сторону, они приняли решение сблоковать из дома. И может быть был вопрос, что если бы архитектура или кто-то уточнил бы ситуацию, сказал, Владимир Фёдорович, рассмотрите разные варианты решения этого вопроса. Не просто выйти из положения, то есть мы вот хотим вот здесь принципиально, вот сглокуйте нам, и мы попадаем в эти нормативы. Правильно? А может где-то мы готовы отодвинуть до этих 10 метров, и вопрос бы вообще закрылся само собой. Ну, не совсем закрылся, потому что 5 метров от проезжей сейчас включается другое требование. Можно было уменьшить, можно было не раздувать вот это всего, как бы, и не пишут. У нас всё законно. К чему вы ведёте, Олег Владимирович, к чему ведёт? Смотрите, мы ведём к тому, что там той Каховки. Жители дома есть ваше предприятие, где тоже работают Каховчане там, и не одна сотня человек, которые тоже платят на мой. И когда стоял вопрос между Новокаховским перевозчиком и Каховским, мы поддержали Каховского. И тогда депутаты поддерживали вас. А сейчас, по сути, руками исполкома вы, ну, как бы, одно место депутатам показываете, которые пару месяцев назад вас поддержали, прикрываясь положениями, нормами, вот это сблоковано, разблоковано. Просто, ну, может, юридически вы и правы, но человечески нет. Потому что, что там той Каховки? Я понимаю, было бы это Киев, там, с одного района АТП решила под балконами в другом районе у жителей построить остановку. Ну, и ничего страшного, мы по жизни не пересечёмся. А так, в принципе, может, кто-то из ваших сотрудников в этом доме живёт, а эти жители ездят в ваших автобусах. Ну, тут 30 тысяч населения, все переплетены. А мы, получается, начинаем нормы, положения, ну. Мы знаем, какое у нас за доконодательство, его как, с какой стороны повернёшь, такая норма правильная будет. Я с этим тоже не соглашусь. Почему? Потому что наша деятельность началась с чего? Началась с визита на собрание правления, по-разному. Не, ваша деятельность, вы говорите правду. Ваша деятельность к нам началась тогда, когда у вас уже был выдан этот паспорт, но как привязан. Когда стоял забор, когда стоял забор, стоял забор, это было 17 сентября, с трёх частей, у меня хорошая память. Хорошо, даже забор, да. Забор стоял, и через пять дней вы вырубали деревья. После того, после нашей жизни. Да, вот вы 17-го пришли, а 25-го вы вырубали деревья, лично вы. Да, да. Ну, за что на вас застали протоколы, вы их спрашиваете? Да, да, да. Смотрите, вы, вы, да, вы и я, мы втроём, жители этого дома. А они, АТП и исполком, и строят эту остановку. Вот туда, давайте по-честному, чтобы мы втроём делали, как бы мы делали. Есть уже развитие событий. По большому счёту, если... Вы сказали документы, законы это не законы. По большому счёту, если... В основном, будем говорить, получает неудобство жителей двух квартир, которые расположены на первом этапе. В основном, есть у вас решение правления по этому поводу? Есть, решение правления. Ну, правление представляет всех жителей. Нет, нет, я говорю, давайте разбираться так. Основное неудобство получает жители тех квартир, у которых окна будут выходить на кирпичную стену. Ну, это не ко мне вопрос. Нет, ну, я... Вот есть представители, которые, наверное... И мои, и мои, и мои квартиры на третьем этаже, да. Я не хочу, чтобы у меня было под этими окнами где-то, ну, как-то стена. Я хочу, чтобы мой это каштар там рос, который я 20 лет выращивал, да. Из какой радости. На сегодняшний день... Вопрос будет решен. Я вот спрашиваю, да? Кто продает квартиру? А какая разница? Кто? Кто? А вот они вот сидят, кто продает? Вот они все собственники этой квартиры. Кто продает? Так это одна квартира, а там люди... А нам достаточно одной квартиры. Да нет, не дознает. Как это подстроили строительство, магазин строительных материалов, блинги. Точно так, как в этом... Так это вы начитайте. Кто будет шаратать? Кто продает? Просто смотрите, ну, я сегодня первый раз. Я не могу решения, не решения. Я к тому, что просто... Или ты, или вы. Если вы хотите решить вопрос, скажите, начитайте. Ну, это надо решить со всех сторон. Потому что, в конечном счете, это решение вынесется на сессию. Ну. Ну, какое решение? Ну, пропозритель надо... Аренда. Аренда земли. На земле вопрос в месяц. Ну, это все решение сессии. Владимир Владимирович, ну, смотрите. Ну, я, вот вы так сказали, это депутат Косинька. Я думаю, вот тут... Ну, будет... Сейчас продает. Подожди, это уже 14-ая Косинька. По-моему, это рядом. Это рядом. Это рядом, это страдает. Продает. Вы ее хуже, но у вас не граждане. А в том, что... Ну, вы сначала комиссии пытаетесь рот всем депутатам закрывать. Нет, это что, допустим, это такая, что вы такие самые люди. И вы должны тоже вам не кодажить. Мило, я не дочитаю. Мило, я не дочитаю. Я вам рот не закрывал. Вы начали пиво, я закрываю рот. Молчановой мне и мне Александру. Я Молчанова попросила, чтобы она была. Так как она сама разберется, что я не делаю. Смотрите. На сегодняшней день. На протяжении ксекомиссии, я не знаю, что вы мне делаете. Давайте вы оказывали, что я не делаю. Смотрите. На сегодняшней день. Ну, читайте. Мы здесь собрались до этого, инициировали это все, чтобы разобраться здесь и найти какой-то компромисс только для этого. Потому что если мы здесь не находим компромиссов, на сессии вот, вынесут на земельную комиссию. Земельная комиссия. Такая позиция людей. Тоже скажет, извините, господа. Только мы не готовы принять решение. На каком законодательном акте обосновываться будет... А я не знаю. Я еще не видел никаких документов. Это же, что это слово рассказывает многим, что это не такое. Даже семейная комиссия, что примет это решение, вынесется вопрос на сессию. И вопрос будет, вы тоже в сессии не на весь этот вопрос. Мы решили, что мы с вами проголосуем. Но нет, только аксессу. И просто они пополняют. И все равно нам будет как-то решать это. Ну почему? Есть у вас заявление, будет выноситься на опцию. Вот на этот земельный закон. Если ведут, не подпадает под проведение... Нет, там договора есть и даже аренды. Подпадает. Есть временное сооружение, не подпадает. Это статья 99 французской земельного кодекса Украины. И соответственно, есть решение сессии Каховского комиссии совета 16-го года. Оно не отменяет. Потому что оно в соответствии с законодательными нормами. В соответствии с статьи 59-го законам местного самоуправления, пункт 10-й. Но мы решение его совета отменяем только вопрос в случае. Для усиления либо дисплеции законов или нет. Я просто не знаю, кто вам там подсказал такой вариант. Вы сами планируете таким вариантом воспользоваться? Купить одну квартиру там на первом... Нет, это только спонтанно сегодня просто... Я вообще не говорю. То есть чтобы вы не наступили на те грабли, на которые можете еще раз наступить, я вам поясню. Закон Украины про объединение поездков. Статья 10. До выключения компетенции, загальних сборей, дельносится, принятие решения про реконструкцию и ремонт житлового багатоквартирного будинка. Загальний сбор. Не одна квартира, яка має право голоса своєї площади. Про особливость и здействие правовласности. Это второй закон. То же самое. До повноважения сборей, загальних. Проведено капитального ремонта, поточного ремонта, реконструкции, реставрации, техничного переоснащения. Вот то, что вот там на лес, это не что иное, как переоснащение и реконструкция. Понимаете? И вы сейчас, то, что я вот сказал, вас сейчас руками исполкома вливают в этот дом и вы становитесь співвластником цього будинка. А вы можете стать его співвластником только за згодою властники цього будинка. Дальше. Цивильный кодекс. Цивильный кодекс. Абсолютно все то же самое говорит. Закон о приватизации. Абсолютно все то же самое говорит. То есть прежде чем решиться купить квартиру и потом, как вы так вот себе подумали или кто-то вам подсказал, что вы решите эти вопросы, так не получится. Потому что все равно вы придете к загальным сборам и загальные сборы либо дадут, либо не дадут. Согласие на то, чтобы прибудувать. Это все сотый вопрос. Я просто все побеждаю к тому, что этот вопрос зайдет в конце концов на сессию для решения вопроса по земле. И вот в такой обстановке, которая тут, я понимаю, на сессии будет в пять раз ажиотаж больше. Но вот я уверен на 99,9, что не будет там 18 за. И все. И вы не получите конечный результат. Потому что, ну, вот как бы, не вы виноваты даже в этом. А вот... Ну, знаете, есть такая хорошая пословица. Вы по дешах умеете ли? Нет. Просто вот я, поверьте, ну, сколько, 13 лет, да, этим занимаюсь в этом исполкоме. Я не видел ни разу, чтобы сотрудники исполкома вот просто так от доброты душевной когда-то защищали предпринимателей. Это Крияна. Вот защищали, когда жители против. И так напряженная ситуация. Чтобы вот кого-то взяли, Иванова, за 13 лет. Не помню ни одного Иванова. Чтобы вот просто так вот так взяли и защищали. Прямо аж депутатам рот закрывали. Разных уровней. Мне нечего. Ну, так вот, вам нечего. Вам, я верю, что нечего. А вот, другим есть. Так, что мы откомплинимаем? Давайте дальше. Что там у нас по земельным работам есть? У нас было запроса качевого для Тяны Сергеевны по поводу того, что может какое-то примирение, собрание ОСББ. Можно озвучить, пожалуйста? Было предложение, я очаровываю, Татьяна Сергеевна, о том, чтобы принести документы с ОСББ по учредительной документе. И пригласить голову ОСББ. Так, как будет забыла. Голову ОСББ, пожалуйста, общайтесь. У меня был вопрос, вы погодживали, как у вас в статутных документах передбачили, как хватило вытрубку за закону про ОСББ, что забавлятся не будет протоколом. Был протокол, но мы больше вам не спускаем. Что-нибудь. Борь. То есть вы же... Касите, а чего вы? Касите. Касите, пожалуйста. Я вот... Вот, я хотел... Минуточку внимания. Скажи, пожалуйста, продаешь ты квартиру или нет? Понятно, что она выставила. Это должно было подвозить половину километра. Все. Никто ничего не продает. Вот вам Людочка, которая продает. Значит, такое. Это у нас уже не было чисто ваших. Нет, я понимаю, просто... Просто зачем говорить тут или нет? Зачем неправду? Ну как неправду? Она же выставила за что? Она за 100 золотых. Все, не хуй. Вот здесь сидят жители моего дома. И я являюсь представителем москопа. Значит, я расскажу, как вообще все было. Чтобы все знали, как это все случилось. Понятно, что я не мог подписать документ просто так. Тут просто взять, выйти на улицу и подписать. Не могу. Значит, я не буду сейчас называть фамилии. Может, потом придется назвать. Ну, ко мне обратился депутат городского совета с просьбой согласовать этот вопрос. И пообещали нам ремонт дома. Я спросил, а дальше, что я подпишу и печать поставлю. Что дальше? Потом будут согласительные комиссии. Вы придете и там будете все знать еще дальше. Я поставил печать и подписал. Потом я узнал, что 14 августа согласительная комиссия была. Но меня туда не приглашали. Это наша ассоциативная комиссия была. Я не приглашаю. Потом ко мне приехали представители, мы будем так говорить, заказчики. И попросили подписать еще один документ, который является окончанием. Я отказался категорически подписан. Потому что, во-первых, я и так при выставке свои полномочия поставил печать на первом документе на согласование проекта. Во-вторых, уже было заседание правления, на котором выступал представитель заказчика. И правление категорически оказало в этой строительке. Я документ этот не подписал. То есть вы подписали предпроект? Да. После того, получили мы письмо изъя, я написал письмо в ЧЭС, который написали нам, дали ответ, что там нарушили. Они написали дебюентам свои согласования, но это они так нам не ответили. Но наши возражения или замечания не были учтены. После этого началась вся эта катавасия, вот эта вот неразбериха и эта проблема. Откровенно говоря, мне неудобно смотреть в моим людям в глаза, потому что я превышал свою полномочия. И, сходя из этого, получилась вот такая ситуация. Это первое. Теперь второе. Главный вопрос, вот в моем мнении. Я спросил у МЧСникова, у простых водителей, я когда-то сам садился, мерил длину машины. Они сказали, мы туда к вам не заедем, если будет пожар. Не заедем. С этой стороны не заедем. У нас два кардинально разных атлета МЧС. То есть есть, который дал Берещенко, есть, который дал... Вот вам и закон. Это покажите его. Покажите его хотя бы раз, что Берещенко по этому объекту дал. А мы показали на первом цели. Не раз, его вот так показали. Не надо, его вот так показали. Смотрите, не перебивайте, дослушайте. Смотрите, это неправда. Значит, я был в МЧС. Я не обманщик, это понятно? Ну, я не видел. Я был в МЧС. Мы с ребятами МЧС померили машину Камаши. Я зачитал Кашейку. Померили машину и пришли туда к нам. Они сказали, мы сюда не заедем. Это слова МЧС, это не то, что я. Смотрите, мы с ними не разговаривали. Берещенко запрошивал и Берещенко не пришел. То есть, как вам, возглавляет наше городское МЧС. Нам бы очень хотелось... Можно. Давайте к сути. Мы будем как-то договариваться, решать вопрос. Или мы идем на сессию. Если как бы натянет, те, кто тянут 18 голосов хорошо. Если не натянут, то значит, вы на этом и закончили. Мы к диалогу. Готовы с самого начала. Ну вот, тогда как-то, я не знаю, спрашивайте у жителей. Готовы они к диалогу с вами или не готовы? Потому что мы тут будем сейчас цепляться за нормы, за положение. Придем на сессию. Скорее всего, этот вопрос там на сессии провалит. Я же не знаю. Если сегодня жители еще готовы к диалогу, договаривайтесь. Если не готовы, я так сегодня поучаствовал. Я понимаю, сколько бы таких комиссий не было. Это бесполезно. Этот вопрос вынесет на сессию, там обратно будет скандал. Я думаю, что депутаты не прогрессируют. Ну, по крайней мере, я думаю, наши франции... Я еще раз говорю. Мы готовы к делу с самого начала. Можно, пускай это Николай Иванович, он 20 лет работал в юридической сентябре. Пускай это просто он свою, так консультирует всю эту ситуацию. Да я тут сказал. Вот просто взять это. По Крыму духу, вы сказали. А у нас его нет. Так как можно досягнуть консенсуса, если жители просят, отодвиньте стену, чтобы заехал в пожарную машину? Вы же говорите, что вы этого не сделаете. Я же с вами предварительно разговаривала и сказала, что есть требования жителей. Давайте опять же уже развивайте классы. После нашей встречи. Была встреча у мэра, где договаривались о том, что все, мы надо... Смотрите, вот мы можем встать, да, тут, сколько, начнем в комиссию, уйти и все, и придем на сессию. То есть вы же поймите, мы сюда ходим, с одной стороны к нам жители обращаются, приходят в приемную, с другой стороны, ну, вы тоже каховское предприятие, не хочется, чтобы у вас там как-то подвязалась ваша деятельность. Мы, по сути, ну, ходим, а еще нас обвиняют в том, что мы там к суде все устраиваем, кого-то хотим как-то куда-то. А мы можем не ходить. Я могу сюда специально не приезжать. Мы сейчас развернемся, Лена сложит полномочия там секретаря, мы напишем заяву, выйдем с этой комиссии и все. Не надо нам эта комиссия. То есть, ну, по сути, по нашей инициативе создается комиссия, чтобы как-то мирно решить и на сессию выйти более-менее с нормальным предложением. А еще нам то документы не дают, то рты закрывают, то обвиняют. А мы сейчас встаем, уходим домой и все, ну, кто-то останется, может, пусть останется, как голова комиссии, как сотрудник из полкома, это его работа. И все, увидимся на сессии. Что мы должны сделать? Я еще раз говорю. Я не знаю, я тут пять раз не было, мы же как-то тут общались, а я пришел, такое впечатление. Десять метров положено, а так вы, это на десять метров выставили. То есть, либо давайте как-то будет, ну, какой-то, для чего там есть, да, дипломаты, переговорщики, когда с две стороны пошли в конфликт, они уже не договарятся. То есть, ну, определите, кто будет переговорщиком, пусть тогда между ОСББ, правлением и Иване будет какой-то диалог. А если нет, тогда увидимся на сессии, и там кто победит, и все. Потому что я так понимаю, что жители уже сегодня, ну, нормально, окреплены, нашли там поддержку юридическую, финансовую, техническую, и они уже не сдадутся. И пойдет потом и прокуратура, и то, и все, видите, и десятое. И этот вопрос только денег у вас отнимет, что эта остановка золотая будет. Не легче ли договориться в этой вкаковке на расстоянии суда? Дорогие, ну, я еще раз повторяю, как, что с нашей стороны еще надо делать? Да я их не знаю, спасибо. Я вам первый раз сегодня приехал в Папу. Ну, расскажите ее, это там, где она ездит, нас там осталось. Мы просто, если... Давайте, мы должны быть... Смотрите, если вы готовы к диалогу, и они принципиально готовы, то, наверное, не сейчас, а когда все остынут, надо вам еще раз встретиться без нас. Да если бы 10 метров, тогда мы диалоги не можем. Правильно, а зачем вы вообще всю остановку тут делаете? То есть, если жители на отрез не готовы, тогда идем на сессию и застязать. А если жители хоть к какому-то диалогу готовы, тогда пусть они, ну, определяют свой вариант предложения с вами и как-то обсуждают. Подождайте, нет, диалог, я так понимаю, это уступка со всех сторон. Сейчас предлагается вариант один. Вы 10 метров отступаете, и все, претензий нет. Да если мы оступим 10 метров, то нам диалог не может. Мы все ДБН соблюдаем, и все, вопросов нет. А я еще раз говорю, диалог, это, наверное, когда друг друга слышат, да? А как мы можем... ДБН при желании мы не нарушаем. Есть выход. С навесом. С этим навесом. То есть, диалог, опять же, сейчас, секунду, диалог намечался, и будем говорить, была делегация у мэра на приеме. И говорили о том, что все, мы уже нашли какие-то точки соприкосновения, мы все нормально. На следующий день приходят заявления, через день акция в барабан и на висок. Не находили. Я не знаю, вы там, как члены комиссии, когда вы, я не вижу смысла в таком формате соприкосновения. То есть, это просто такое, ну, такое, ну, изнасилование самого себя, просто, ну. Давайте, у меня есть пропозиция. Давайте мы сейчас назначаем комиссию, я не знаю, нахренеться этой неделе, чтобы не затягивать этот вопрос. В принципе, у нас сессия недалеко здесь. Давайте мы закончим это, и вы послушайте мою пропозицию. Я предлагаю, то есть, еще раз обсудить, там, вы у себя в ОСББ, Федорович, может, надо вам с ним встретиться и пригласить вас на комиссию, чтобы вы приехали. Если готовы вы к кому-то компромиссу высказать свои пропозиции от ОСББ и выслушать пропозиции от АТП, мы их выслушаем в последний раз. Если мы пропозиции и мы консенсус тут находим, то мы этот вопрос выносим дальше, он идет на земельную комиссию и на сессию. Если вы приходите и говорите на этой комиссии, что мы не готовы к этому компромиссу, тогда, как бы, ну, комиссия опишет вот эти все документы, которые мы просмотрели, сделаем свою выставку и направим это тогда на заседанную сессию. А в ДВН тут разбираться нет смысла спорить, потому что, как бы, ну, тут есть моменты, за которыми... Ну, во-первых, мы не специалисты, чтобы в них разбираться. Ну, а если у них и не будет разбираться, то разбираться будет пожарно. Я просто для себя, если эта земля городская, и пока на нее нету разрешения сессии на какую-то форму ее пользования, то проводиться земельные работы там не могут. А если они проводятся, то, значит, какие-то нарушения, ну, есть. А все остальное, это красиво оформленные документы. Я для себя, ну, четко понимаю, пока нет решения сессии в какой-либо форме, позволяющего пользование этой землей, там не могут проводиться какие-либо работы. Правильно? Ну, если я, пожалуйста, выясните. Если технический документарь подать положение на разработку технической документации, она будет. Предположим, что людям, заказчику, полгода. То есть не легче сейчас вам выйти с ними на консенсус, мы уже это с первой заседания комиссии рассматриваем. Если вы говорите нет, конкретно нет, все, тогда мы это закрываем, наша комиссия дает рекомендации, пропозиции, и решайте вы все свои проблемы в суде. Совершенно право. Вы хотите идти в суд? Завтра, я помню, на предыдущем заседании Кейсполкома, решение по этому, это паспорту, это Кривярский, должно, ну, как-то, рассматриваться. Потому что на том, оно, ну, как-то, его не успели включить в повестку дня. А я не знаю, про прощения, про прощения. А как, на Захарченко заявление написала? По поводу чего? По поводу вот этого, это паспорта, ну, например, я... Захарченко ничего не писала. Ну, как-то не писала. Писала. Она писала, написала, 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 подготовить проект решения. Совершенно верно, это есть под камеру. Она сказала. Она в ущерб городе, давайте включим вопрос. А заявление она это написала. Разъебраться письмом. Письмо написала. Разъебраться письмом. Поднимайте документы. А ты, Дьяченко сказал, что я не могу, потому что вы подали сильно с пикокосмором. Это было на камерах, это не я один. Да, да. Есть там заявление, написала. Писала. Мэр сказал и, что это будет рассмотрено, ну, как на следующем заседании Кейсполкома. То есть решение про что? Про забудовку, про землю, про то, что вы не можете его скасовать, я не могу решить, какое это, или объяснить людям. Нет, принять приняли, скасовать не можете. Да не выдать вы его не имели права, потому что есть положение, определенный перечень документов, которые подают. Есть законные акты, есть законы, которые подавали, которые подавали, вот эти 8 лет, что-то предполагаем, не до инсульяне пойдет. Поверьте. Ну, это ваше, вас есть здесь, это сам. Это не будет понедельник. Мы-то будем решить, если вы готовы, говорите, что мы здесь не будем. Тогда мы сейчас сделаем, что вы не выйдете. Послушайте, Николай Иванович, он столько это прочитал, ходит, молчит. Это из уважения, пускай вот скажет, ну вот, ну расскажет. Это человек всегда объективный был, я его знаю. Я никогда не выскакивал, если слова не давали, я не говорил. Это правда. Я являюсь сегодня как бы сторонним наблюдателем, как бывший работник, начальник юридического дела, вот этого совета, где мы находимся. То, что я видел, то, что я изучил, я пришел к выводу, что паспорт привезли, выдан незаконно. Если рассматривать глубже, кто принимал решение дозволить размещение? Плановая рада. Какие плановые плановые надо дозволить? Нема таких плановой рады. Далее, все упираются на то, что документ разъемно не нужен. Правильно, он не нужен, когда подойдет заказчик документы. Но разработчик схемы привязки, и в паспорте привязки написана схема земельная делянка, на основе правоустановленного документа на землю и какой размер. Этого нет в схеме, потому что нет правоустановленного документа. Значит, Филипчук правильно сказал, пока не будет документа на землю, паспорт привязки вообще не может быть складен, как на украинском мы говорим. То мне, чтобы долго не рассуждать, пропозиция. Паспорт привязки нужно скасовать, рассматривать вопросы ОСББ по земле и заказчика. И все, вопрос будет решен. Питание ОСББ сейчас на розвитке. Так, чего ж ты попереду батька в пекло, вы решили вопросы, в том числе споруды, когда Владимир Федорович... Вы когда написали заяву, до речи, заяву без подписи вашего головы. Я еще раз обращаюсь к вам. Заява ввода на просто стоять печатка ОСББ. Судовый особый орган писал о сравнении. Вы можете помолчать или нет? Да вы можете помолчать. Ну если только просто. Вы можете прислухать не думаю провинции, можете не... Но закончится все тем, что будет когда-то дело в суде. Кто будет заявлять? ОСББ, АТП, не знаю. Но зачем до этого доходить? Когда можно решить вопрос, как я предложил. Скасовать паспорт привязки и заключить эту процедуру по новой. По ОСББ и по тем, что он спорудов. И вопрос самому особо отпадет. Розгляда на землянная комиссия. Можливости введения землянки, каких размеров ОСББ и каких размеров для размещения тимчасовых спорудов. Хорошо. Николай Иванович, да? Да. Николай Иванович, у меня вопрос к вам. А кто сказал, что ОСББ потом поводится все размещение тимчасовых споруд, АТП? А вы даете гарантию? Вы эту гарантию не даете? Не каждый, ни одна особа представника ОСББ не дает гарантию. Понимаете? А вы бы хотели жить, когда рядом вас постоянно автобусы, а? Мы так на улице постоянно идти. Хорошо, мы на 10 метров отодвинемся. Да, вообще улица у вас, улица. Уже вопрос не в том, уже просто не в том. Ну то есть вы не хотите идти на консенсус, правильно? Конечно, конечно. Николай Иванович хочет, все. Как он может идти на какой-то концепт? Нет, ну ты людям же задали вопрос. Нет, тут мы не хотим. Положение порядка. Но вы все равно, там написано, как действует. То, что вы рассмотрели документы, я тоже начальник юридического отдела Каховской Минской Ради, нынешний. И я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, фактор привязки, это не закон. Да ведь мне отвечает даже ты. Если вы были присутки, мы вам объяснили, чему не газа на земельной отделянке. То есть, если вы были на всех комиссиях, вы бы все слушали. Мила Юрьевна, ну вы же пойдете в суд, вы же знаете, что если мне отвечает, то есть за обеспечение входа. Ванна Рада? Нет, как он говорит, ванна Рада. Одна зона сейчас. И она, как и документы сегодня, не передбачена. Вона действовала, когда было планование забудовы. А зараза есть такое, переводивание между строительной деятельностью. Это не принадлась на Раду. Субтитры сказал, что вы думаете, что вы заботитесь. Вы все сделаете возможность. Давайте определимся. Когда следующее комиссию принять к готовым решениям протисанным проголосовать за войну? И заседать нечего, если они не договорятся проголосовать, отдать в работу с толком, и просто думают, что с этим делать. Совершенно правильно. Предлагайте, пожалуйста, когда кому. Давайте в журнале. В эту сессию. Ну а зачем вам стягивать? Я согласен, это еще. Пустрее раздрешься. На эту сессию подать им пропозиции, выставки. Запад, Юргут, я не знаю, когда я на него буду. Это уже консультация, как правило, это месяц-полтора. На среду во время. Какой же на 15 или на 10? Среда, это дата. Да, пустый зал. И если можно, такой документ, который говорит о том, что эта аркета вышла из нашего состава. Она не может. Я понимаю. Это не должен звучать, этот аргумент, что она вышла. А на сколько? Давайте на урок. На тысячу. Не, до конца дня домой уже придем никакими гаражами. 14-го, на 10-15. Я так понимаю, нам уже нет необходимости. Если вы придете и предоставите нам решение, с одной и с другой стороны, мы его включим в протокол комиссии. Вы пойдете под руки, мы за это проголосуем и вынесем дальше пытания на розы от сессии. Спасибо. 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 Спасибо.